Всем привет дорогие друзья, всем доброго времени суток, всем доброго вечера. Продолжаем смотреть за открытыми квалификациями на StarLadder Minor. Винстрайк против Monolith 1-8, матч который должен был начаться еще вчера, ну или сегодня ночью. И из-за того, что поздно все это дело происходило, его перенесли на сегодня. И собственно второй день открытых квалификаций начинается именно с этого противостояния. И соответственно начинаем со стадии драфта. Комментировать на этом канале для вас все это дело будет Ланигира. Что у нас сегодня планируется вообще давать? Посмотрим. Сегодня планируется 1-8 финала Best of 1 серия, 1-4 финала Best of 1 серия и 1-2 финала, собственно, Best of 3. Вот такие дела. Если сейчас Винстрайк обыгрывают своего оппонента, то они выходят на Team Empire. Вот такие дела. Так что будет любопытно. Из ребят, которые еще есть здесь, Fly to Moon Mara, SDLA, Arkham City Esports, Ricardo Flick, Tencent Gaming. Вот те, кто попал в четверть финал. Соответственно, Ricardo Flick это стак Алохи, Oluson of Light, Кумана. То есть тут уже ребята такие достаточно любопытные. Но в любом случае у нас пока Винстрайк, Монолит. Ну и посмотрим, посмотрим, как это все будет работать. Chaos Knight Shadow Shaman для Винстрайк. В пике Гримстрок Элдер Титан для Монолит. Кстати, хочется отметить, что Винстрайк, например, вчера Элдер Титана банили и не допускали противника в пику этого персонажа. Посмотрим, что будет сегодня. ЦК и Shadow Shaman связка на легкой замечательная. Теоретически, если очень захотеть, то можно и связку в сложной организовать этими двумя персонажами. Из банов, что стоит отметить, Лич, которого Винстрайк постоянно на первой стадии банят. Часто также банят и Котла. Мы видим его здесь, прям вот самым-самым первым. Также не хотят видеть у противника Фуриона и Бистмастера. Ну, кстати, заметьте, что и Фурион, и Бистмастер, и Котл в какой-то степени. Это персонажи, которые рассчитаны на пуш, Котл с Бистмастером, такие вот хорошие в сражениях командных. Так что, в общем и целом, прослеживается некоторая такая вот тенденция вот именно на блок персонажей пуш-потенциалом от Винстрайк. Что касается Монолит, здесь нынче суперпопулярные милишные коры забанены. Это и Свен, который теоретически, конечно, и сопротящую роль может выполнять, но и как какой-нибудь Кэрри тоже или мидер против определенных персонажей может заходить. Урса, Тинни, все вот эти вот ребята, которые просто наваливают очень большое количество урона именно с руки. Ну и Дум забанен также в Винстрайк. Последний бан второй стадии от Монолит. В Винстрайк вчера была такая неприятная прямо, скажем, сетка. Неприятная в том плане, что первые два матча вообще отменились из-за того, что противник не пришел. И долгое время ребята просто ждали то в лобби, то я не знаю, чем они там еще занимались. Но в любом случае не могли как-то отойти и что-то какие-то свои дела поделать, потому что непонятно было, придет оппонент, не придет оппонент. В общем, это, конечно, выматывало достаточно серьезно. Один матч был совсем простенький, за 15 минут справились Винстрайк. И один матч, такой вот последний вчерашний, который мы с вами посмотрели, уже где-то в час ночи. Такая плотная заруба на 45 минут, очень любопытная. Да, Винстрайк там своего оппонента давили, но опять же были любопытные драки, были классные мувы от Гримстролка со стороны команды противника. В общем, если вам вдруг захочется, можно посмотреть. На этом канале есть, собственно, воды. Вот такие дела. Так, минус Джиггернаут. Ну, опять же, продолжается тенденция на то, что банят персонажей милишных коров. Это все нормально. У Монолит, не знаю, ребят, практически никого. На сайте Старладера у них указано, что они все в ранге Титанов находятся. Так что, ну, вот только поэтому я могу как-то ценить ребят. То есть, я где-то видел раньше ДСРа, точно, и где-то видел Мастери. Более подробной информации я вам, к сожалению, дать не могу. Пять секунды осталось. Так. Вроде сейчас должно... Все пойти. Опять же, я не успел в лобби. Я не успел в лобби. И поэтому... Ну, либо как-то лобби без меня создали, я не знаю, как это произошло. В любом случае, я очень постараюсь залететь в лобби карты Империя против победителя вот этого матча. Главное, этот момент не провафлить. Вот. Такие дела. Потому что, если... Ну, получается, что у меня задержка сейчас в ДОТА ТВ пять минут, и задержка стрима пять минут. То есть, общая задержка получается такая неприятная достаточно, и... Я понимаю, что десять минут это долго, и много из... Не надо так делать, но... Вчера меня просил менеджер Винстрайк, чтобы я с двух до пяти минут поднял задержку вчерашней трансляции. А сегодня я тоже надеялся успеть на... На лобби, собственно. Ну, успеть зайти в лобби, и что-то как-то не случилось. Поэтому, надеюсь, что дальше мы будем именно с пятиминутной, не с десяти минутной смотреть. Ладно, Enchantress и Lifestealer появляются. Кстати, любопытно, потому что Lifestealer, теоретически, вообще, это некоторая контра. Enchantress, как мне кажется, опять же, подключая Rage, Open Wounds, он очень неплохо ничего разваливает. Которая, собственно, появилась после пика Lifestealer. Но, опять же, здесь... Инча с кем будет стоять на линии? Я предполагаю, что это все-таки... Хотя, я ничего не предполагаю. Это может быть и четвертая позиция, и третья. Так что, непонятно пока, как это Enchantress будет себя позиционировать на карте. Посмотрим дальнейшие пики, уже тогда будем рассуждать. Да, кстати, поменялись немножко ники. То есть, у нас Iceberg, это Iceberg, Yamiche, Silent. Замечательно. Godsout, это... Если я все правильно понимаю, Non Grata и Dota Golod, это должен быть Миша. Вот если... Правильно мои данные. Так, ну и Монолинс. Да, и, собственно, скидываю сразу сеточку, чтобы вы могли сами посмотреть, там, кто куда, чего, зачем. Так будет вам поприятнее, наверное. Бэтрайдер. Бэтрайдер, кстати, неплохо. Бэтрайдер это возможность ловить ЦК до того момента, пока он разлетелся. Бэтрайдер это возможность сжигать к чертям Enchantress, что тоже полезно. Так что, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Бэтрайдер будет стоять с кем и где? Будет ли Элдер Титан пятой позицией? Вообще, на самом деле, наверное, да. То есть, Элдер Титан, который будет водить духа своего по двум стакам... ...около... ...легкой линии сил тьмы. Может быть, там что-то подстакает себе еще сам. И будет неплохо отрывать куски от той же Инчи. Там одна тычка уже минус, там, одна пятая ХП будет. Лайфстилеру, соответственно, пространство какое-то будет. Гримстрок с Бэтрайдером могут быть невероятно неприятными. Потому что, реально... ...Инксвел под Бэтрайдером, который наплевывает постоянно на тебя еще стики Напалм. Который горит на тебя через Firefly. И это, конечно, ну, и как неприятно. И как-то бежать хочется и не можется. А там еще духи всякие от Гримстрока летают. В общем, ну, такая вот... ...линия может получиться невероятно противной от Монолит. Посмотрим, как они ее реализуют. Что касается Винстрайк. Забрали себе Морфлинга. Морфлинг. Что здесь может быть интересного? Ну, вообще... На Морфа тут нельзя сказать, что какое-то большое количество дизейблов. Поймать его с Томбом Молдер Титана не так просто. И единственная возможность как-то его серьезно зацепить, это Бэтрайдер. Но даже если Бэтрайдер ворвется, Морф должен успевать прожимать перекачку в силу. А какого-то суперберстового урона, наверное, здесь все-таки пока Монолит нету. И... Ну, разве что последним пиком появится. Мидер какой-то с бёрстовым уроном. Что там может быть? Зевс Лина. Да как бы... Ну, пугно теоретически. Ну, так, сомнительно. Ладно. Еще раз добро пожаловать всем тем, кто только что появился. Смотрим мы одну восьмую квалификации открытых на Старладдер Минор. Винстрайк против Монолит. Победитель попадает на Империю в одну четвертую финала. И этот матч, и следующий будут в формате Best of 1. И, соответственно, права на ошибку нету. В полуфинале либо у Винстрайка, либо у Монолита, либо у Империи будет шанс встретиться с Fly to Moon, либо белорусским коллективом Mara. Кто там играет вообще? Интересно. Кого-нибудь я знаю. Да вроде бы как даже никого не знаю. А Fly to Moon, соответственно, это Арк, но Fear, вот эти вот ребята, FN, тоже там вроде бы катает. Такие дела. Любопытные матчи. Короче, нас сегодня ждут в этой части сетки. И посмотрим, кто доберется. Кто доберется до закрытых квал. В самих закрытых квалификациях. Кстати, я сейчас могу попробовать посмотреть, кто ждет. Не помню всех коллективов, поэтому быстренько посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, СНГ. Гамбит, Old Badgold, ThePang и Pawaga. Вот, соответственно, четыре коллектива, которые уже в закрытых квалах имеются. И еще два попадут с помощью вот этой самой открытой квалификации. То есть финального матча здесь играться не будет. Будет непосредственно два полуфинала. Вот такие дела. Так, что мы там видим? Мы видим Razor для Винстрайк. Razor хорош против Лайфстиллера. Razor реально хорош против Лайфстиллера. Он быстрый. Съесть его не так просто. Он теоретически может какие-то юлы себе взять для того, чтобы переживать Open Wounds и Rage. Если успеет накинуть статиклинг, то, собственно, Лайфстиллеру даже особо и деваться-то будет некуда. Ну, вот такие дела. Queen of Pain. Ну, кстати, Queen of Pain это тот персонаж, который имеет большое количество урона. Нельзя называть его прям суперберстовым. Теоретически, опять же, прожать можно, успеть перекачку. Но любопытно. Любопытно. Квапа взята против Razor для того, чтобы быстро разрывать блинком статиклинг. И не будет возможности у Айсберга чувствовать себя на линии настолько вольготно, насколько ему хочется. Помимо всего прочего, в принципе, Elder Titan с Grimstroke могут и какой-то ганг-потенциал попробовать реализовать вместе с Queen of Pain. Посмотрим, как это будет работать. В любом случае, у нас, я так понимаю, получается действительно, как я вначале предполагал, ЦК в сложной линии. Это любопытно. Ну, я предполагал, что такое может быть. То есть, и Enchantra смогла сложную пойти. Но вообще, ЦК с Шедушаманом действительно в сложной. Инча, судя по всему, будет в легкой с морфом. И центральная линия Razor. Ну, сейчас уже конкретно мы посмотрим. Так. Это все мы убираем. Это нам все неинтересно. А интересно нам что? Интересно нам посмотреть, что на Enchantra сыграет Миша, Razor Iceberg, на Chaos Knight катает Non Grata, Shadow Shaman Yamiche и Morphling Silent. Все это силы света коллектив Windstrike. Ну, и оппоненты Сивы Тьмы Арт сыграет на Лавстиллере Grimstroke. Десер на Бэтрайдере катает Sword, Мастери на Элдер Титане, Sword и Queen of Pain Dead Soul. Это у нас Сивы Тьмы. Это команда Monolith. Кстати, кого Monolith прошли? Потому что стадия-то достаточно далекая уже. Любопытно посмотреть, что у них там по сетке было. Мы это как раз можем сделать, что нам может помешать. Ничего. Monolith, Monolith, Monolith. Обыграли Cyber Dogs, казахский коллектив. Видел я их на открытых квалификациях к какому-то там мажору. В принципе, любопытные ребята. Да вот как-то что-то я дальше никого и... Да, остальных я не знаю. Никого, кого побеждали Monolith. Вот такие дела. Ладно, поехали смотреть. Обоюдные варды на центральной линии. Ну и... Пока все. Пока все, ничего интересного больше не происходит. На топе. Что может быть? На топе, в принципе, здесь... Теоретически возможное количество дизейблов невероятное на первом уровне. Вот ЦК и... На шедо шамана. Так что можно попробовать забрать рунку, если не успеет поражать вовремя рейдж лайфстиллер. Здесь он его прокачает и так далее. Артис вообще пошел смотреть. А нет ли здесь еще кого-нибудь? А кто-нибудь здесь еще есть? Энчантерс. Замедление пошло. Вот тут креточки на первом уровне. Кстати, невероятно неприятные. И сейчас еще один впишет. Нормально, нормально. Прорасадили здесь лайфстиллера. Неприятно. Но по итогу по две руны забирают коллективы. Тут, я так понимаю, вардик может быть какой-то поставится. Нет, вардик пока не ставится здесь, кстати, заодно. Спаун блочит, блочит. Тут красиво. Так, ну и что? По линиям. По линиям гуля с гримстроком. Ну, вообще тоже любопытная достаточно линия получается. Посмотрим, кто здесь будет лучше себя чувствовать. Лайфстиллер на всякий случай себе. На первом рейдж взял, чтобы его лишний раз не вкусили здесь. Но пока какого-то контроля на него все равно здесь нет. Тут криты, здесь азершок и все нормально. На центре пошел, кстати, отводить здесь крипов ямич. На центре, тем временем. Противостояние, ну, такое, которое мы предполагали. И любопытно посмотреть, как здесь все будет работать. Разор. Кстати, клинк на первом все-таки взял. Ну, КВП все правильно делает. Блинк также на первом имеется. Но стоит отметить огромнейшее количество денаев у айсберга. Вы посмотрите, 3 на 7 пока что. С первых двух пачек. Разор прям молодец в этом плане. Как мне кажется, кстати, не столь просто стоять разором. Теперь, когда у тебя вот эта пассивка, линия будет периодически пушиться. Ну, и так это как-то... Так, к морфу здесь больно. Морфа просто испепелила бедного. Любопытный запак на Бэтрайдере. Бэтрайдер, собственно, в соло практически. Враг оформил. Видимо, что далеко Элдер Титан находился. Да, по поводу возможности изменять качество. Вчера такая возможность была. Почему Твич ее вдруг забрал, я не совсем понимаю. Надеюсь, что больше такого не будет. Ну, точнее как. Я не могу надеяться. Если партнерка появится, то возможность такая будет точно. А так Твич сам решает. Когда он хочет, а когда не хочет. Вот, кстати, Клопа жива. Курьер, я так понимаю, как раз именно Квиннов Пейн и убила. Здесь немножко на разорник пожадничал. Ну, или как-то так вот не подумал, что Клопа настолько нагло отыграет. А Затсоу прям блинканулся. Курьера убил и выжил еще при этом. ЦК. ЦК тут съели. ЦК съели. Шедушаман. Ну, теоретически можно было бы попробовать где-то здесь замансовать и телепорт, может быть, скастовать. Но вряд ли получится сделать. Там одновременно с этим убивают Сайлента. И как же долго мансить здесь ямич реальный. Но все-таки есть враг. Как так получилось, что Морф-то опять умер. Видимо, его просто неистово прожигают фаерфлаем. Фаерфлайлы даже немножко понерфили. Какие-то там изменения были. Передвижение, длительность уменьшает, перезарядка уменьшает. Ну, так, то есть с одной стороны понерфили, с другой стороны, может, даже апнули. Так, ну и что у нас вначале? Вначале у нас, кстати, любопытная такая штука. Получается, что 4 фрага на стороне коллектива Монолит. И Разор. Миди тоже проседает. Ну, Разор не очень страшно, у него фласка в случае чего имеется. Фласка также у Queen of Pain в наличии. Разор тут как раз ждет окончания даггера и будет отпиваться, скорее всего, с фласки. Да, так и делает. А одновременно с этим отпивает также и Queen of Pain. Здесь Elder Titan немножко напихали. Но на самом деле Elder Titan, если каким-то невообразимым образом попадет с томпом, то те, по кому он попадет, умрут, скорее всего. Enchanters. Подключает. Ну, вот как-то так это должно работать. Как же горит эта инча. Да, не хватает ни спиритов, ничего не хватает. И пока этот бэтрайдер показывает себя невероятно грозным противником на линии. Здесь. ЦК. ЦК, кстати, периодически отходит. Ямич и по большому счету можно за этот момент пытаться сгрызть ЦК. Мана, конечно, не очень много у Lifestiller. У меня только на одну какую-то способность. Так что, в общем и целом, наверное, пока ждут, может быть, мангусов каких-то, если будут привозить себе. Либо так ман накапает. Но, несмотря на то, что 5-0 по фрагам, мы видим, что дела на линиях в целом не так плохи. Возможно, за исключением... Так, тут борьба. И все, грамм. Делает Grimstroke. Забирает рунку здесь. Тут, кстати, будут пытаться... Ух, заденайл. Заденайл руну Enchanters. Тут Firefly через 5 секунд. И, кстати, могут пытаться идти. Могут пытаться идти за инчой. Ну, кстати, не стали почему-то. Решили, что крипочки важнее. Да, в принципе, оно, наверное, так и есть. Айсберг вынужден был кастовать ТП. Далековато зашел. Его там прохарасили знатно. Ну и 5-0. Но при этом, опять же, мы смотрим на ЦК. Видим, у него хороший крипстат. Мы смотрим на Разор. Видим, у него хороший крипстат. Да, проблема у Морфа. Прям серьезные проблемы у Морфа по фарму. Но мы посмотрим, к чему это в итоге все приведет. Пока чуть больше 1000 буквально преимущества. А здесь на топе. Обмен любезностями. Но вроде никто не собирается умирать. Дабл дэмэдж, кстати, на нижнем рунспоте. И тут пытаются Enchanters убить. И, кажется, Enchanters ничто не помешает здесь уже умереть. Да, для всех вновь прибывших еще раз говорю, что, к сожалению, так как у меня нет партнерки на канале, то я не могу собственноручно ставить качество видео. Вот оно какое есть, такое и есть. Возможно, в течение стрима Твич как-то эту проблему решит. Если вдруг они захотят, конечно, этим заниматься. Вот, пока страдайте, не знаю. Ладно, наверное, уже можно переключаться на общую ценность. Здесь вполне понятно, что у Бэтрайдера все супер хорошо. Он тут наубивал. Четыре фрага аж совершил. Кстати, его за это сейчас будут наказывать. Бэтрайдер, но хватит ли урона? Эзершок первого уровня нет. Урона не хватает, при том, что еще работают здесь капли. В целом даже сильно пробить-то не получилось Бэтрайдера. А у него еще есть Тангус. Так что, в общем, даже с линии прогнать этого всадника на мыши не получилось. Любопытно тут инча. О, тут стаки. Стаки. Сколько урона? Ну-ка, давайте посмотрим. Здравствуйте. 58 плюс 207. Как вам такое, господа? Ему сейчас найти бы кого-то. Это уже инчу. Кстати, инчу-то он нашел. Инчу он нашел. И повел, повел, повел. Он сейчас тычку... Он сейчас прилетит, этот дух. Он сделает тычку по ямичу. Ямича поллица не будет просто. Дух. Прилетает еще по этим клипам. На! Блин, это вообще страшно. Тут инча бедная просто. Думает, куда бы и деваться. Подцепили морфа. Наверное, с этим там гримстром где-то погиб. Держит здесь Элдер Титана. Элдер Титан сражается до конца. Новые крипы под стом попадают. Морфинг тут же отжимается сон. Но Элдер Титан должен погибать. Должен погибать Элдер Титан. Так и получается. Сайлента забрать здесь не получилось. В итоге на двух частях карты это получается два фрага для коллектива Винстрайк. Вот такие дела. Опять же, начальные фраги все-таки какой-то супер серьезной пользы не несут. Мы видим, что несмотря на 6-2 преимущество минимальное. И все же по фарму топ-2 это ребята команды Винстрайк. Опять же, Киос Найт, когда выберется в начальные артефакты, видим, что барабаны, может быть армлет какой-то захочет для себя сделать. Он уже будет страшным. Гуле все-таки нужно несколько больше фармить. Мы видим, что он выбрал себе билд через Мидос. Посмотрим, удастся ли ему этот Мидос реализовать. И вообще что-то с ним полезное сделать. Отъедается пока здесь вот нон-граты. Но вообще, это, конечно, такая мужицкая бойня. Но хотелось бы увидеть еще кого-то. Потому что плюс один с любой стороны это скорее всего фраг. Так, ну и Queen of Pain. Кстати, любопытно, периодически я видел, что они качают ультимейт на Queen of Pain до длительного времени. Предпочитают скачивать остальные скиллы. Мол, ультимейт, он, конечно, много урона наносит. Но раз там в кучу-кучу-кучу секунд. Там 2, что ли, минуты кулдаун. Да, 2.15 кулдаун. Тут снизу какая-то бойня. Давайте посмотрим за смертью Элдерстана. Хорошо. Матерь богов. А вот, собственно, подтверждение, почему стоит, наверное, раз в эти 135 секунд все-таки использовать ультимейт и качать его на ранних уровнях. Просто испепеление. Сколько денег получил, хлопа? 375 не так много. Но, вы знаете, она как бы не сильно и потратилась. Она прилетела, подкастовала скиллы и буквально через 10 секунд уже на центральной линии вновь обитает. В общем, приятненько. Приятненько. Это какое-то дополнение к ее фарму. А так как она еще и отстает на 600 голды от Разора, это вообще для нее... Ну, не то что спасение, но важное приобретение такое в голде. Так, морф. Морф. Но его тут так на халяву не убить, наверное. Да, подходит еще и энчантрос. Ну и да, в принципе, тянут фуловый. Пришлось потратить ультимейт, но не страшно. Кстати, теперь, зная, что у морфа нет морфа, можно попробовать что-нибудь сделать с этим делом. Какую-то перетяжку организовать. Что тут вообще по бэтрайдеру? У бэтрайдера уже есть барабаны. Любопытно, кстати, какой следующий артефакт, потому что периодически я вижу, что делают игроки либо сначала себе даггер, либо сначала себе травела. Перетяжка от гримстрока. У гримстрока не хватает немножко опыта до шестого уровня. Он бы тут сейчас вообще с удовольствием бы сражался. Опять же, два лассо в теории когда-то могут случиться. Это прям тоже, ну, приятно, прямо скажем. Диана-свертая тавера. Диана-свертая тавера. Диана-свертая тавера. Радианс-свертая тавера под атаком. Диана-свертая тавера. Диана-свертая тавера. На самом деле, такая игра получается. За 12 минут у нас 11 фрагов. Нельзя сказать, что прям постоянные убийства. Любопытно, смотрите, кстати, Клопа нашла инвиз. У Клопы как раз откатился ультимейт. И можно попробовать что-то с этим придумать. Пока придумывают разрушить вышку здесь. И опять, да, все-таки успевает пичка долететь от Кин оф Пейн. Ждем каких-то выходов, может быть, и от ЦК. Хотя, вот ЦК как раз в омлет пошел. Разор здесь. Разор, кстати, кажется, приехал. Не тратит пока лассо. Да и, видимо, и без лассо тоже пытаются забрать. Айсберг живет до конца. Живет до конца. А вот сейчас нет. А вот теперь, кстати, можно попробовать убить еще и Кейс Найта. Он сюда подходит и в таверну отправляется. Промазал, конечно, здесь ДСР немножечко строков фейтом. Но, тем не менее, забирают двух коров. Не потратив при этом, кстати, ничего. Лассо потрачено не было. Ультимейт Клопы потрачен не был. Здесь одновременно с этим пытаются защищать вышку еще. Ребята из команды Монолит. Прыжок. Хорошо. Не хватило урона. Не хватило немножко урона для того, чтобы забрать здесь Сайлента. И, кажется, тот просто улетит. Тем же занимается Ямич. Да, ни там, ни там воспрепятствовать этого никак не получилось. Ребята, сел тимейт. Так, ну и что? Две тысячи преимущества. Пока более-менее ровно. Пока у Разора по голде все хорошо. Но при этом мы понимаем, что вот он, например, умер сейчас. Не нужно разочек. И главное, чтобы этот разочек остался единственным для него, если он хочет продолжать приносить пользу своей команде. Ну, тут попытка подпушить линию. Я вообще, кстати, замечаю, что в большинстве случаев абсолютно не гнушаются практически в любое время ставить... Вот, кстати, кажется, минус ЦК. Минус ЦК. Он, конечно, разбил на развороте. Артус сражается с Нонградой. Знаю, настоящий, но боятся идти. Боятся идти далеко. Но, опять же, здесь потрачено ничего не было. Здесь минус ультимейт ЦК, у которого очень длительный кулдаун. Опять же, зная, что сейчас нету иллюзий у КС Найта, можно попробовать с ним разобраться. Я предполагаю, что да, здесь как раз смог используется. Что у Бэтрайдера. У Бэтрайдера уже Даггер. Как раз решил он, что не нужно ему травела делать. Даггер будет хорош. Найти ЦК. Нашли ЦК и смерть должна быть, да, если не мгновенная, то очевидная. На топе, одновременно с этим, Элдер Титан пытается убежать. И получается у него это сделать. Поймать Сода не получилось. Ну, пока, на самом деле, как мне кажется, очень неплохо, получается, у Монолит проводить это сражение. Пошло им на пользу или нет, интересно, то, что матч перенесли. Должен быть он вчера начинаться в два ночи примерно по Москве. Любопытно было бы посмотреть, насколько качественно они бы играли, если бы это было вчера. Потому что у Винстрайк все получалось очень неплохо вчера. Они были настроены, они были собраны. Сегодня, пока мы видим, что матч им предстоит тяжелый. Ну что ж, 16 минут практически прошло. По-прежнему возглавляет общую ценность таблицу Разор. Выход в Блокинг Бар планируется. Кстати, на топе, судя по всему, Винстрайк хотят как-то посражаться. Нашли здесь Квин оф Пейн. Квапу забрать? Хорошо. Квапу быстро забрали. Сод. По-троима что-то выдал рассказ, но урона никакого не хватает для того, чтобы здесь что-то сделать. Айсберг пошел дальше. Ну вот сейчас неплохо. Сейчас неплохо. Быстро убили Квин оф Пейн. То и нужно, ну, наверное, сейчас Юлу хочет себе сделать силенкин сферы. Юлу что-то такое. С одной стороны, конечно, хочется и урон свой увеличивать, но понимаем, что жить как-то надо против всех этих неприятных шедушаманов, неприятных ЦК и так далее, и так далее. Все тебя стягивает, все тебя убивает. Достаточно быстро. Так, что здесь? Опа. Они, знаете, интересно, что здесь есть? Нашли Марфа. Марфа. Убить пока не получается. У него разворотик. Вапа. Вот и есть Блинк. Есть Блинк. И, наверное, должны отсюда убегать все, кто только может. И, кажется, могут отсюда убежать реально все. На топе, правда, где-то забрали Гримстроука в это время, но Гримстроука не такая серьезная потеря. Так, ну и что? На самом деле, сейчас уже потихоньку ЦК становится страшным. Да, он очень-очень в неприятной ситуации по количеству денег, но даже с Армлетом ЦК и его иллюзии уже могут наводить шороху в команде. Морф. Что у него? Морф пока укрепляется. То есть каких-то серьезных артефактов прям на урон у него нету. Вот он укрепляется. Есть у него Драгонлендс. Будет выход в Линкен-сферу. Понятное дело, что против Бэтрайдера это мастхэв артефакт. На топе, кстати, какая-то движуха. На топе. Гримстроука. Ну вообще у Гримстроука здесь часть команды неподалеку, но он, видимо, решил Солбайнд не тратить, понимая, что основные коры не здесь сейчас находятся. Прилететь вовремя не успеют, и лучше он из таверны встанет и будет готов сражаться, чем вот сейчас и даст Солбайнд. Так. Ставится мастер-предвардэю. Кстати, кого-то нашли. Чуть было не зацепили Бэтрайдера. Любопытно, кстати, что все это время с телепортами внизу два кора команды Монолит находятся. То есть не хотят они защищать, собственно, Т2-вышку. Приобретается... Так, Квопа. Тут где? Приобретается Юл и Квопой. Дальше будет Аганим. Ну, на самом деле, может быть, даже и верное решение со стороны Монолит, потому что вчетвером здесь находились все это время винстрайк и потратили, ну, реально немалое количество времени для того, чтобы эту вышку забрать. При этом как-то серьезно они не подфармливали, а вот и Квин оф Пейн, и Лайфстиллер за это время получили много достаточно денег. Здесь Разора подцепили. Разора, кстати, могут и съесть попробовать. Разор успевает подключить БКБ. Квопу здесь анигилировали. Квопа не успела даже Юл поражать. В итоге Разор все еще живет. БКБ, правда, заканчивается потихонечку, но не пошел до конца Лайфстиллер. Вынужден отсюда уходить. Спрятался в крепочка Лайфстиллер. Ну, да, тут как-то так особо не догнать. Опять же, если вы... Так, ну, тут, кажется... Минус Бэттрайгер, хотя неплохой рассказ тот Элдор Титана. Много урона... Ой, как же я испепелил здесь бедного Шедла Шамана. Кстати, остался один из этих Киос-Найт. Его тоже должны убивать. Дабл-Кью для Артуса. Хорошо. Опять же... Так как... Вот спрашиваете вы по поводу всяких... Ставок и так далее, почему коэффициенты падают. Хотя он на лид-дайвах и так далее. Задержка, к сожалению, 10 минут. Так как я не успел попасть в лобби матча, то я кащу через Дота ТВ. А в Дота ТВ своя задержка там либо 2, либо 5 минут. И я еще... Моя задержка 5 минут. Так что... К сожалению, так пока. Но я, опять же, очень надеюсь попасть на следующий матч. И показать вам его уже с нормальной задержкой. В 5-минутной, а не как то, что сейчас обычно происходит. Так, ладно. Смотрим и на графики. Собственно, Винстрайк немножко выровняли позицию. Даже в свою пользу эти графики повернули. Но тут уже Радиенс на Лайфстиллере. В целом, 2,5 тысячи, которые сейчас Винстрайк ведут, ни о чем нам не говорят. Да, пока по вышкам у них получается чуть лучше, нежели у оппонента. Опять же, видим, что 4 внешних оборонительных сооружения стоят на стороне Сил Света. И лишь 2 у команды Дайер. Так что, в целом, вот как раз, пожалуй, эти 2,5 тысячи, они примерно отсюда и берутся. На топе. Ну, всякое бывает. Может быть, хотели пытаться зажимать своего оппонента. Не совсем я. Успел убедить. А ЮУ, ну, тут очень Винстан, да. Не успевает прожить ЮУ вовремя Пин оф Пейн. Ну, кстати, хочется отметить, что это такая одна из самых, наверное, очевидных промашек непрофессиональных коллективов. Если они выигрывают стадию лейнинга, а это периодически случается, ну, почему бы и нет. Кстати, минус Гримм Строу. Айсберг без БКБ и Айсберг не успевает быть Бетрейдера. Так вот, если они выигрывают линии, а это периодически случается, потому что, ну, там, можно и пик выиграть, да и, собственно, сама игра, само микро у команд на таком уровне уже неплохое. Не всегда знают они, что по макро делать в центральной части игры. То есть, в мидгейме реально бывает проседание. И мы видим, что вот было долгое время преимущество, которое никуда не развивалось, а потом Минстрайк нафармили какие-то свои хоррор-артефакты и потихоньку начали преимущество возвращать себе. И уже 5000 ведут. То есть, здесь появилось БКБ на Разоре. Ну, стоит отметить, конечно, что БКБ с каждым файтом все меньше и меньше длится, но, опять же, преимущества-то все больше и больше. Так что, в целом, равнозначный размен, как мне кажется. ЦК, который приобрел себе армлет, Морф, тоже в линкен-сферу потихоньку выходит. Пока он, конечно, не является какой-то прям такой серьезной проблемой для оппонентов, но уже с линкой будет поприятнее играть с Алендом. Ну что ж, попытка посражаться. Хороший скан, кстати, от Минстрайк. Знают они, где находится оппонент. Готовы они к сражению. Нет, правда, пока еще здесь Морфлинга. Морфлинг уже телепортируется. По вижнам давайте посмотрим. Не по вижнам. Айсберг прям байтит. Айсберг прям байтит, по-моему, на себя. В итоге Гримстрок успевает уйти. Опа. Кин оф Пейн по-прежнему в Юл выходит. Опять же, как мне кажется, может быть, даже какой-то ВКБ было бы не лишним для клопы в этой ситуации. Что, заход на Рошана? Да, заход на Рошана. Остается масса Серкентварды. Есть минус армор. И Рошан падает так достаточно быстро. Рошан падает достаточно быстро. Знают ли об этом Монолит? Они должны понимать. Они должны понимать, что Рошан именно здесь. Они не могут так на халяву его отдать. У них же все есть. Они же сами хотели драться. В итоге... Здесь Солбайнд пошел. Хорошо зацепило двоих. Под разлом все это дело. Разлом, правда, не по кому не попадает. Рошан, кстати, так живой остается. Гвлайн оф Пейн убили, и она уже выкупается. Одновременно с этим выкупается и ЦК также. Розор сражается здесь. Один против всех. Розор пытается убежать просто на скорости предвижения. Не получается это сделать у Айсберга. Нет, Байбека у него. А в это время Рошана забирают. И Сайлент подбирает. Все-таки Аегис убивает. Здесь Квиннов Пейн после Байбека. Это WQ для Сайлента. Лайфстилер получает оглушение. Рейдж через секунду буквально будет. Можно попробовать на развороте что-то сделать. Ну, по-моему, и забрали Рошана Рейдианты, и подобрал Айегис. Да, так и есть. Силы Света убивают Рошана, а Айегис убирает Морф. То есть не самая очевидная драка для Винстрайка, но в целом они ее все-таки выигрывают. Хотя, если посмотреть по количеству денег, которые они стали вести, они, конечно, драку определенно не выиграли. То есть преимущество немножко опустилось у них. Я, давайте так, я буду периодически еще чекать сайт Старладера для того, чтобы понимать, в какой момент матч на самом деле закончится, потому что у меня тоже есть задержка. И чтобы попытаться успеть хотя бы на следующую игру в лобби, чтобы не было 10 минут. Вот. Опять же, я не собирался с такой задержкой комментировать, но, к сожалению, я не успел в лобби. Так бы матча вообще не было, поэтому я решил, что лучше с такой задержкой, чем вообще без нее. Чем вообще не стримить, точнее. Ну что ж, 4 тысячи преимущества за винстрайк. Они во вражеских лесах. Они хотят сражаться. Но все у них, в принципе, имеется для этого. Но пока хотят ли сражаться... Нет, еще 30 секунд. Я думаю, без ультимейта квапы не хочется монолитам принимать драку. Так что будут оборонять, собственно, хайграунд, на которые уже намереваются пойти оппоненты. Посмотрим, что здесь получится. Разор с инжиньяш. Приобретает себе, кстати, SolarCraft Lifestealer. Хочет подгрызть айсберга. Айсберг... Неужели настолько нагло? Неужели настолько нагло? А что теперь делать с этим бэтрайдером? Бэтрайдер просто погиб. У него есть байбэк. У него есть байбэк, и нету блокинг-бара на Разоре. То есть чисто теоретически можно байбэк, вернуться в драку, и все будет хорошо. То есть бэтрайдер туда прыгал именно для того, чтобы умереть. У него даже лассо не было. То есть задача была развести Разора на БКБ. Я так в это полагаю. Потому что, ну, вряд ли это был настолько йол забег. Зная, что нет лассо у бэтрайдера, им никак нельзя было убить Разора. В общем, смерть бэтрайдера на еще одну секундочку блокинг-бара. Айсберг. А теперь-то БКБ нету. Но тут команда рядом. Команда рядом. Нужно бежать отсюда. Есть ультимейт от Нонграды. Под вражеским шрайном драться не очень хочется. Полетел прокаст от Гримстрока. Хочется съесть всех, кого только можно. Лайфстиллер в итоге практически доедает. Энчантрес. Энчантрес погибает. Начинает расстреливать здесь лайфстиллер. Лайфстиллер пытается убежать хотя бы куда-то. Есть Квиндом Фейн и ее ультимейт. Но тут огромное количество урона. Влетает также по Элдер Титону. Тут сружуясь до конца с Кейс Найт. Драка разделяется на пару частей. В итоге Ямич держит здесь Беттрайдер. У Беттрайдера есть лассо. Хотелось бы добить Разора каким-то образом. Разора в итоге последний парадычек. Буквально нужно сделать. Вот Квиндом Фейн. Погибает здесь Разор. Утаскивают далеко-далеко нафиграунд Морфлинга. Морфлинг все еще живет. Драка на самом деле не очень приятная получилась для Винстрайка. Здесь Кейс Найт уже без иллюзий. Уже без всего практически. И будут разваливаться. Сейчас здесь Винстрайк пытается сражаться с Айленд. Один против всех. Но шансов у него здесь каким-то образом выжить, наверное, минимальное количество. Есть вейформа, правда, на лоу-граунд. Попытаться сделать тэпа-аут отсюда. И есть Юл. Вроде бы можно было Юл прожимать. Но почему-то не стали этого делать. Вроде бы БКБ никакого не было. Линка. Есть линка. Судя по всему, именно поэтому даже не пытался Дэдсол прожимать. Юл. Ну, вообще, драка-то очень приятная получилась для Монолит. Если я не провафлил Файт Рекап, то мы его посмотрим сейчас с вами. Хотя, кажется, я уже это сделал. Так что давайте смотреть так. В общем, было 4000 преимущества. Осталась одна. Гримстрол. Снизу. Ну, Гримстрол, куда-то здесь особо ничего не страшного. Кстати, отмечаем, что вырвался на первую позицию по фарму Лайфстиллер. У него Радианс, который помогает ему с этим очень неплохо. И более полутора тысяч он ведет сейчас. Относительно Разора, например. Выход в... Ну, я предполагаю, что это должна быть... Ну, не знаю. Вообще, можно и Алибарду сделать. Гримстрол все-таки наказали здесь. Сен-Жин-Яш планируется на Элдер-Титане. Любопытно, кстати, почему именно этот артефакт Сод решил для себя выбрать. Разор. Разор. Видит ли его? Да, видит Разора. Разор. Успевает выключить БКБ. И бежать, бежать, бежать отсюда куда подальше. Мастер не успел зацепить. И уже на развороте. Уже на развороте. Бэтрайдер. Очень больно ему. Сейчас будет еще и Хекс. Даже Хекса не понадобилось. Просто забрали. Не дотянулся немножко Лассо Бэтрайдер вовремя. У него нет форстафа. У него нету линзы. В общем, тяжело. Если ты не допрыгнул, надо мгновенно разворачиваться. Но статусу байбекки, наверное, покажем. Байбекки вообще не в таких больших количествах. Тут самое главное, что нет байбека у Лайфстиллера. Ему просто денег не хватает. У Квапы еще почти две минуты. В принципе, Квапа денег, наверное, должна у себя себе нафармить на байбек. Хотя нет, она покупает себе еще. Выфлакрите. Ну что, ожидание следующего Рошана. До него еще приличное количество времени. От полутора минут до... Получается... Трех с половиной. Винстрайк. Винстрайк хотят убить. Винстрайк хотят убить. Смерть Элдор Титана не очень важна. Элдор Титана есть байбек. Ну, кстати, если на смерти Элдор Титана потратили сейчас ультимейт КС Найт и не будет какого-то захода на хайграунд, то это вообще не очень приятно. Редианты сейчас не видят оппонентов. А вот сейчас, кстати, успели зацепить... Успели зацепить Разору, Разору, но его просто не пробить. Ему просто наплевать, он присасывается, стать Клинком Картесу. И отходит. Минус Лассо на БКБ Разора. БКБ у Разора уже, по-моему, пятисекундный. Да, не очень страшно. Зацепили здесь Гримстроука. Ай-яй. Гримстроук погибнет. Да, Гримстроук. Да ладно, его практически отпустили. Он чуть было не выжил. Ямич. Больно ему. Перетяжка произошла от мастера. И, кстати, неплохой вырыв от Квиннов Пейн получился. Выкупился также еще и Элдор Титан. Ну и выкупал Дор Титана. Разменяли на жизнь. Шеду Шамана. Получается. Сейчас будет уже желтый термор Рошана. Посмотрим, что там. Так, людей, которые помогают со ставками. Я считаю, надо удалять из чек. Добл дамаж. Бэтрайдер. Бэтрайдер. Я не знаю, насколько полезен будет именно Boots of Travel здесь. По-моему, Форстаф или Линзочка были бы повреднее. Хотя Форстаф уже вроде летит. Да, Форстаф прилетел. Надо переложить все эти артефакты для того, чтобы вовремя их использовать. Артас угрызает в айсберги. Есть БКБ. БКБ длится уже 5 секунд. Пока зацепить Артаса не получается. Тот находится под действием Рейджа. В итоге успевают отсюда уйти все, кто только хотел. Что получилось? Минус БКБ на Разоре. Можно драться, потому что нет Блокимбара на Разоре. 5 секунд. Следующий прыжок от Бэтрайдера. Салин идет сюда вгрызаться. Никого не находит. Хороший Глимер Кейп от ДСР. Здесь сбили линку. Пытаться убить Морфа. Морф, Морф, Морф. Последний портунчик. Морф умирает. Без БКБ 80 секунд. Вгрызается здесь Кейс Найт. Но он тратил, если вы помните, ультимейт. У него нет сейчас возможности его сделать. Поэтому вынужден отсюда улетать. Айсберг все еще без БКБ. Еще 30 секунд. Да, скорее всего, Миша. Инча. Да, она здесь просто догорит. Просто догорит. И знаете, что самое приятное сейчас для коллектива Монолит? Есть Рошан. Есть Рошан. Кстати, нашли еще Шедушаман. У Тавдаггер есть. Да, тут Шедушаман не найти. Рошан есть. Надо его чекнуть. Просто прочекать Рошана сейчас. Потому что тайминги должны быть у Монолит. Они могли бы вместо Т2 реально забрать Рошана сейчас. Потому что они забирают Т2 и на Рошана уже могут не успевать. Или они их просто хотят на Т3. Слушайте, а это тоже нормальная такая возможность. Тут должно было откатиться БКБ. Да, есть у Розора Блокинг Бар. Им не очень страшно. Ну, по-моему, лично мое мнение, что нужно было хотя бы прочекать Рошана и идти на него, если он там есть. А он там есть. Потому что Аегис Сыр сейчас это реально крутая штука. То есть какой-то Квапе Сыр вообще не помешает ни на секунду. Опа, Курьер Дайерский убит. Видимо, где-то здесь, я так предполагаю. Так. Ну, нашли Рошана-то в итоге. Ай-яй. Ой, Квапа пошатничала. Хороший Стом. Хороший Стом. Квапа. Секунда еще буквально. Квапа успевает. В зоне прям рванули вперед. Команда. Монолит все здесь. Ну, ладно, не все, но можно было, если что, подраться. И вот Рошан. Вот Рошан, которого теперь будут забирать ребята из коллектива Винстрайк. И сделают это. Но, опять же, это недоиграли немножко, как мне кажется, Монолит. Они могли этого Рошана забирать вместо Т2. Сейчас. А может успеть? Успеть? Нет, не успевают. Не успевает. Мастер должен, наверное, отсюда пытаться уходить каким-то образом вместе с Децолом. Что, собственно, они и делают. У Сайлента. А Егис? Ну, разор 22 уровень. Все приятно и хорошо. Давайте по деньгам посмотрим, а то мы зациклились немножко на байбеках. По деньгам. Да и вообще в целом. По предметам. Лайфстилер. С Инжиньяша выход в Кирасу планируется. Кирасу неплохо пробивать можно будет быстрее у всяких Разоров неприятных. Дальше, конечно, провал. Монолит. У них дальше идет Клопа, на который очень-очень немного денег. Есть Аганим. БКБ. Кстати, БКБ. БКБ это хорошо, но сейчас составляет деньги на байбек. Кин оф Пейн понимает, что это важно. И это, черт убери, действительно так. Здесь, соответственно, Разор. Манкетинг Бар появился. Ну и Морф. У Морфа вообще все замечательно. Он уплотнился с Кодосом. Ну и дальше в МКБ тоже будет выходить. Ну что ж. План Гора. Со стороны Кликфир Винстрайк. Ай-яй. Ой, сейчас может быть ошибка. Ой, сейчас может быть неприятно. Как в итоге Бетрайдер отваливается практически сразу. Засейвили. Засейвили Бетрайдера. Можно попытаться отсюда уйти. Хотя бы кому-то. Вот так и Бетрайдер, кажется, живет. Да, блин, Каут успел сделать. Забрали только лишь... Элдер Титана. БКБ было прожато Разором. Кстати, кого-то нашли. Нашли и должны убивать. Да. Бетрайдер уже бегут сюда. Уже бежит. Вот это вот... Живет. Все еще. А, нет. Адаптив. Адаптив прикончил. Все-таки Бетрайдер. Есть вайбэк у Бетрайдера. Нету БКБ на Разоре. Фац 5-й было. Фитилиру забрать. 2 секунды действия Рэджа были бы просто великолепным, конечно, дополнением к его билду. Крипов нету. Крипов нету. Квапа молодец. Но как бы Квапа сейчас не ошиблась. Квапа тут может за ней гнаться дальше. Что, Душаман может гнаться дальше? Есть ли Вижн какой-то? Курьера, кстати, отвели аккуратненько, грамотно. Вижн есть. Квапа. Квапа, кажется, приехала. Квапа есть БКБ. Но ей не дадут нажать. Ей просто не дадут нажать. Ей надо было либо сразу это делать и тэп-аут какой-то кастовать, либо... Но есть БКБ. Опять же... Не БКБ, простите, есть байбэк. Опять же, время Квапа потянуло до того момента, когда появляется Элдер Тесан, у которого этого байбэка не было. Линию спушить не смогли. И сама Квапа, в случае чего, байбэкнется, и можно будет навязать нормальное сражение на хайграунде. То есть, теоретически, я думаю, что тоже это все было продумано. Айсберг. Заходит на хайграунд. Начинает избивать вышку. Здесь нету глифа. Квапа все еще не покупается. Просто не пробивается. Вообще ему плевать. Сайлент вешает... Не Сайлент. Чандрас вешает на Разора медальку, и ему просто плевать на все. В него вгрызается такой неплохо отформленный эстиллер, и вообще ничего. И у нас первая сторона. Как же не хочет выкупаться Квапа. Ну и тут он понимает, что одна сторона... Одной стороной не жалко. Съедает сыр. Неплохо. Здесь ворвались в Гримстроука. Разлом полетел. Выкуп от Квин оф Пэйн. Неплохо. Уже убили, кстати, Бэтрайдера. Бэтрайдер тоже выкупается. Много урона по Элдер Титану. Кто-то расхистовал все свои скиллы. Не страшно ему умереть в случае чего. Киос Найт. Очень хотят его забрать. В итоге ЦК отправляется в таверну. Дальше Квин оф Пэйн. Ну, гонятся и, может быть, даже убьют Инчу. Да, Инчу убивает. Одновременно с этим. Вот сном находится. И лассо. И лассо. Хорошо. А хватит ли урона? А хватит ли урона? Есть ли здесь Сайлент? Есть Сайлент. Разбить не так просто. В итоге Морф. Первый раз в таверну. Дальше вовремя стомп нажать. Вовремя нажать. Стомп. Идеальный тайминг. Идеальный тайминг, но сбили быстро Линку. Сайлент пытается убежать отсюда дальше. Замедление пошло. Подкинули его. Сайлент стал квапой. Улетел куда подальше. Подняли в Юл. Есть ли еще один стомп? Есть ли хоть чем-то, чем можно попытаться убить из Сайлента? Да, есть Инксвейл от Гримстроука. И это минус Морфлинг. Без возможности выкупа. Кстати, это единственный персонаж, у которого нет байбека. Если сейчас забрать вот эти вот рунки, то возможно, кстати, байбек появится. Но рунки будут забирать игроки команды Монолит. Ну что ж, размен сторонами, судя по всему, будет. 60 секунд без Морфа. Здесь есть скрим у Квапы. Здесь есть лассо у Бэтрайдера, что немаловажно. Ну и, кстати, можно попробовать сейчас лассо-то на Разору закинуть. Опа, минус БКБ. Уйти. Как бы тут не съели. Сейчас Инчу, Инчу съели. Есть байбек. Есть байбек. Приходит сюда Кеос Найт. Какой хороший ультимейт получился от Гримстроука. В итоге забрали здесь самого Гримстроука. Но два лассо полетело. Тут же можно сейчас просто погибнуть. Есть байбеки у двух персонажей, которые только что умерли. ЦК не хочет байбекаться. ЦК не хочет байбекаться, но сторону очень хотелось бы забрать. Сейчас коллективу Монолит. Но они понимают, что страшно. Здесь подцепили лайфстилера. Хорошо, но не сбивает. Не сбивает шаклы на полкарт. Просто реально забавные. Но должен отхиливаться сейчас. Лайфстилер. Можно заинфеститься куда-то. Можно просто закастовать тэпа. Вот все. Да, так тоже работает. Ямич пошел дальше. И Ямич отыгрывает, конечно, на хорошем уровне здесь. Он во многом благодаря его шаклам и вообще его дизейблам все получается. У него есть линза, линза, извините. У него талант на дальность способностей, у него талант на длительность шиклшота, шаклов точнее. И прям вау. Так. У людей, которые рекламе встречаются, по-прежнему пытаемся убирать отсюда. Они нам не очень нужны. Так. Что это был Момчик? А это разобрался Момчик. Да, быстренько посмотрю сейчас, что там у нас на сайте Старладера. Закончилась ли уже игра. Нет, игра еще не закончилась. Все хорошо. Смотрим дальше. Спойлеры прям из будущего, из будущего получается. Ну что, неужели мы дожидаемся третьего Рошана? По голде. Ситуация... Давайте даже не голду, голду мы еще успеем посмотреть. Разор. 25 уровень. Есть у него плюс сток скорости атаки. 25 уровень также появился и у Лайфстилера. Плюс 2 секунды действия Рейджа. Так, тут вообще напряженный момент. Тут вообще момент напряженный, потому что может быть бойня. Прямо сейчас может быть бойня. В смоках находится прыжок. От клапы я слышал. Разбиваются смоки также и команда Винстрайки. Сбили линку. Улететь. Хорошо. Зацепили. Минус Раста. Минус Раста. Также здесь Разор с Морфлингом. Под Солбайном находится. Очень быстро убили Бэтрайдера. Бэтрайдера 115 секунд без байбека. Так же как и Раста здесь клапа. Да, но у нее БКБ и не очень страшно. Пытаются улететь отсюда Гримстрок. Сделать это будет практически невозможно. Гримстроку в итоге забирают. Сон хороший от Элдер Титана. И все должны выживать. Остальные. Один к одному разменялись. Потратили лассо, что немаловажно. Что там по байбеку? Байбека не будет. Байбека не будет в этом сражении. Гримстрок уже выкупается. Таймер Рошана минуты 50. Дайя. Ой, и Лайфстиллер. Там нет Вижн. А, нет, есть Вижн. Нормально. Лайфстиллер понимает, что там оппонент. Должны этот Вижн сейчас, конечно, наверное, разбивать каким-то образом. Да. Артас не боится все равно. Он хочет выходить в Рапирос. У него, кстати, эта Рапира практически имеется. Нужно, конечно, оставлять деньги еще на байбек. То есть, ну, Драпиры, на самом деле, не так близко, как кажется. Разор. Дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж на Разоре. Неужели он просто настолько наглый? Неужели он хочет прямо подать с Разор, до которого дабл дэмэдж? Это же вообще ни секунды, ни... Не самое очевидное решение. Так, ладно, плывала, мы там смотрели с вами. Давайте посмотрим еще. 25, 25, 25. Клопа. Queen of Pain. 25-ый. Поглощение направленности, ну, Линкен Сферу. Еще одну взяла, короче, себе. У Warfare, Скорр, 25-ый. У Warfare там... Ну, вообще, непонятно, что взять. Тут и то, и то хорошо. Но посмотрим. В ближайшем будущем. Приключимся пока обратно на общую ценность. Ну что ж. Винстрайк. Снизу находятся, их видят. Все ультимейты есть практически с исключением ЦК. Айсберг. Полетел Сайлент. А просто не бьют. Они просто не бьют. А вот сейчас! А вот сейчас! Разор испепелило просто в секунду! 125 секунд без Разора. Ой-ой, как может быть неприятно. Сейчас Сайлент расстреливает. Сайлент расстреливает с King of Pain. Но Клопа просто уходит отсюда. Ямич. Ямича надо добрать. Ямича в итоге добирают. Уже минус 2 в размяну на одного Ридж Гримстрока, который, правда, выкупался. Сайлент не знает пока, куда им одеваться. Зол уже на даблкил. А Винстрайк сейчас просто, ну, короче, тяжело им будет. Сейчас. И Рошан. И Рошан! И Рошан есть! Ну, кстати, можно подраться, попробовать на Рошан. Нет, нельзя драться. Нельзя драться. Байбеки просто показываю. Два персонажа остались с байбеками у Винстрайка. Ну, они не могут сейчас драться на этом Рошане. Там, кстати, где-то, по-моему, чуть не погиб. Элдерсен. Элдерсен погиб. Но это не та цель. Тут сейчас будет... О, как интересно. О, как интересно. Долго падает Рошан. Да, минус армор есть. Да, все хорошо, но Рошан долго падает. Есть ли Вижн? Вижн нет. Вижн нет. И в итоге Рошана забирает кто? Аегис подбирает Queen of Pain. Начинает вгрузаться здесь в ЦК. ЦК. Да, испепилили практически. ЦК погиб. Квапа. У нее Аегис, не забываем. Что взял себе Сайлент. Сайлент ничего себе не взял. У Сайлента ничего нет. Сайлент попробует сейчас забрать. Какие же тычки! Боже мой, как больно! Сайлент в итоге сбивает Аегис Queen of Pain. 24-й при ближнем. У него еще уровень. Квапа встает. Видит, где находится Сайлент. Но догнать его пока не получается. Ну и уходит отсюда Марфлинг. Да, тут тычки серьезные. Рапиру все-таки собрал себе Артас. Он не оставил денег на байбэк. У него есть рефрешер... А он отдал рефрешер-шарт Queen of Pain. Кстати, вместо сников, наверное, стоит это сделать. Либо можно отдать рефрешер-шарт Бэтрайдеру. Либо Гримм Стролку. Этим ребятам тоже будет суперполезно. Подходят крипы. Сейчас уже снимется бэкдор протекшн. Снимается бэкдор. Можно попробовать нижнюю линию также пробить наверх. И там на секундочку, на 48-й минуте, еще ты один стоит. Лайфстиллер. Как же он больно. Сгрызает, конечно, людей. Опа, нашли здесь Бэтрайдер. Работает Айон Диск. Но все равно пробивает очень серьезно здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер подключает Queen of Pain. Бэкбэху начинает наваливать здесь. Хлопа уходит куда-подальше. Гримм Стролк. Неплохо. Бэтрайдер живет. Все еще. И умирают игроки команды Минстрайк. Они просто погибают. И минус вторая сторона. Есть бэкбэки в случае чего. Никого не потеряли на этом пуше на данную секунду Монолит. И это прям шикарно. И это прям шикарно. 9 тысяч преимуществ уже за ними. Кстати, супер давно мы не смотрели на графики. Давайте глянем разочек. Ну, графики до этого момента ни разу даже до 6 тысяч не доходили. А сейчас все 10 для коллектива Сил Тьмы. Что осталось из дропов Рошан? Давайте посмотрим, что тут есть. Есть рефрешер на Бэтрайдере. И кажется, на этом все. Ну, в принципе, рефрешер на Бэтрайдере совсем неплохая штука. Прикончили Т1, прикончили Т2 на верхней линии. Разурнен 50 секунд. Ультимейтов 2 присутствуют у Бэтрайдера. А два ультимейта под Гримстроком, это вообще, знаете, могут быть похороны. Очень аккуратным нужно быть. В итоге хочет как-то сбоку Кейс Найт зайти. Плотный достаточно парень. 3 300. Есть сыр, кстати, еще. Ставится еще один обсервер вард. Вот такой движен сейчас у сил света. Сайлент. Мега-крипы. Мега-крипы. У-у-у, ребят. Из Монолит. Ну, какая же напряженная педаг карта, а? Так, что там по уровням? Должны были еще 25-ые появиться, вроде как. Сейчас мы посмотрим. Квопа, 25-ый мы вроде бы уже видели. Да, там Линк у себя взяла. Кейс Найт. Ну, до 25-ого еще надо пожить. Ну, тут все, кстати, ну, не знаю, наверное. Я бы брал, мне кажется, стан. Хотя и... Лаги пошли. Надеюсь, что мы без лаги досмотрим с вами игру. Рунки. Кстати, за руну сейчас нормально капает. Сейчас 4 руны забрали... Монолит. И с одной руны каждому по 140. Это как бы... Ну, серьезное такое. Это по полтыщи каждому с 4-х рун получается. Красиво. Ну, нет, Рошана чекать еще рано. Рошана еще невероятно дал большое количество времени. Так, что покупает себе Квин оф Пейн? Линкин сфера... Будет выход в Хекс. Будет выход в Хекс, да. Ну, опять же, байбеки нужно оставлять сейчас. Сейчас, если ты ошибаешься и не оставляешь байбек, это может быть... Ну, в общем, конечный. Дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж на лайфстиллере. Его видят. Его видят, он это понимает. Просто заходит под дэдэ... И вообще не хочется сражаться с лайфстиллером, у которого на секундочку почти 700... Там, больше 700 урона с руки. От слова вообще не хочется. Просто 4 тычки минус туалет на базе. Здесь зацепили инчу. Инчу съели. Инча без байбека. Розора. Также зацепили. Розор. Розор. Очень больно Розору сейчас. И пытается что-то сделать. Он вгрузается здесь также и в Гримстрока. Живет некоторое время Киос Найт. ЦК. Все еще жив. Но минус 2 уже в размер на одного Гримстрока. Пытается забрать здесь также айсберга. Есть ли лосо? Лосо нет. Сейчас будет лосо еще одно. Сражается здесь с людьми ЦК. Айсберга доцепить бы хотелось каким-то образом. В итоге выкуп накапал Ямичу. Ямич выкупается, держит здесь людей. Гуд гейм. Гуд гейм. Присывают Финстрайки. Они не проходят эти квалификации. Они отлетают в 1-8 финала. Вау. Монолит отыграли просто великолепно. Ну это реально было супер круто. Браво, ребята. Ну и Монолит теперь будут встречаться с имперцами. Так получается, что... Ну вообще-то... Нормально у них такая сетка. Там сначала были какие-то достаточно легкие противники. А потом Винстрайк. Дальше Империя. Потом может быть какой-то Flight to Moon еще подъедет. Ну в общем... Ух, как это может быть страшно. Ладно. Ну...